7 января народной артистки России Наталья Гвоздиковой исполняется 73. Одну из первых красавиц советского кино зрители запомнили после ролей в культовых сериалах «Большая перемена» и «Рожденная революцией». Могла ли тогда знать успешная актриса, любящая и любимая жена, какие испытания готовит ей жизнь? Ей пришлось пройти через обман человека, ближе которого у нее не было, простить предательство и научиться снова радоваться жизни. Со своим мужем Евгением Жариковым Наталья Федоровна снялась в 15 картинах, причем чаще всего они играли образцовые семейные пары. За кадром «Звездный союз» также считали одним из самых крепких и гармоничных. За то, что супруги все время были вместе, они даже заслужили шуточное прозвище «Жареные гвоздики». Окончив гик, Наталья Гвоздикова стала артисткой театра студии киноактера и начала активно сниматься. Она сыграла телефонистку в «Калине красной» и «Наташу» в картине «Печки лавочки», но первую заметную роль получила в «Большой перемене». Это был настоящий прорыв в карьере. Однако госпремии СССР Гвоздикова удостоилась позднее за работу в ленте «Рожденная революцией». На площадке сериала она и закрутила роман с Евгением Жариковым, которого встретила впервые еще на съемках фильма «Возле этих окон». Жариков вспоминал, что в многосерийном фильме об истории советской милиции они с Гвоздиковой даже ни разу не поцеловались. Но и невооруженным глазом было видно, что главные герои влюблены не только по сюжету. Тем не менее, решиться на брак для Натальи Федоровны оказалось непросто. У нее уже имелся первый неудачный опыт. Союз с математиком Александром обернулся кошмаром. Ведь мужчина безумно ревновал актрису и избивал ее из-за беспочвенных подозрений. Только после смерти отца, когда звезда узнала об изменах супруга, она подала на развод. Наталья Федоровна верила, что с добродушным и открытым Жариковым все сложится иначе. Они поженились, а в 1976-м стали родителями сына Феди. Чтобы жена могла спокойно сниматься, Евгений Жариков взял на себя часть домашних обязанностей, гулял с коляской, стоял в очередях за продуктами. Казалось, в отношениях пары царила абсолютная идиллия. Но спустя много лет Гвоздикова призналась, что сохранять брак – тяжелая работа. Но вовсе не загруженность на работе и разлука вбили клин между супругами. Поклонники не верили своим ушам, когда узнали, что образцово-показательный муж Натальи Гвоздиковой долгое время жил на две семьи. Журналист Татьяна Секридова родила ему двоих детей – сына Сергея и дочь Катю. Эту новость Наталья узнала от самой матери детей. Та позвонила официальной жене, якобы застав Евгения Жарикова с третьей подругой. Человек совершает ошибку, она его затягивает. Потом он запутывается, начинается шантаж. После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему, у тебя есть свобода выбора. По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю. Откровенничала Наталья Федоровна. Вместе с супругом удалось оставить ситуацию в прошлом и сохранить брак. Но вскоре актер заболел, сказались стресс и старая травма, полученная на съемках. В свое время он упал с коня, повредил тазобедренный сустав и позвоночник. Евгению Ильичу сделали несколько операций в Боткинской больнице. Но случилось непоправимое, артист умер. Занесли инфекцию в позвоночник. Он не был лежачим больным, даже водил машину. Потом мы ездили с сыном каждый день к нему в больницу. Женя успел попрощаться. Никому не расскажу его последние слова. Я услышала все, что хотела, отмечала Гвоздикова. На этом история могла бы закончиться, если бы любовница Жарикова и ее знакомые не решили поведать свою версию событий. Секридова говорила, что актер отказался от внебрачных детей под давлением жены. Но на самом деле скучал по Сереже, Кате, да и по самой Татьяне. Кроме того, журналист заявила, что Евгений Ильич сомневался, что Федор – его родной сын, якобы подозревая Гвоздикову в измене. Если в тоску по сыну и дочке можно поверить, то последнее заключение поклонники артиста сочли ложью, это прозвучало как месть отверженной женщины в адрес законной супруги. Он хотел жить на две семьи, неизвестно, кого больше любил. Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом. Татьяна воспитала ребят так, чтобы они хорошо относились к папе, не считая его предателем, рассказывала актриса Татьяна Люкшинова в программе «Далекие близкие». Секридова утверждала, что ей не позволили прийти в клинику к больному Жарикову, но незадолго до смерти он успел позвонить ей и попросить прощения за все. Однако сам актер в интервью называл отношения с Татьяной простой интрижкой, которая вылилась в преследование со стороны любовницы, требовавшей повышенного внимания. Так или иначе, каждый участник истории остался при своем мнении. Для Натальи Гвоздиковой муж по-прежнему остается главным человеком. Сейчас актриса практически не снимается в кино, сосредоточившись на семье, и изредка устраивает творческие встречи со зрителями. Если же звезду одолевают переживания, она делится проблемами со своим духовником отцом Георгием из храма Архистратига Михаила Втропарева.